Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо за внимание. И вот, наконец-то, мы можем в одном докладе все совместить, потому что чаще всего мы читаем доклады по каким-то своим продуктам. Теперь у нас есть возможность все это объединить и об этом громко заявить. Если мы говорим о реалиях, трендах, которые есть на сегодняшний момент, жаль, что данная статистика не наша. Это статистика Американского общества пластических хирургов, но мы, я думаю, что не отстаем. Я здесь сделала разбивку по пластическим процедурам, по косметологическим процедурам и по финансовой влеченности наших пациентов. Конечно, в топ пластических процедур у нас будет входить липосакция, увеличение груди, абдоминопластика, мастопексия и блефоропластика. Почему пластические процедуры я здесь внесла? Потому что мы не конкурируем, и все пациенты после пластических операций или до пластических операций – это наши пациенты в будущем. Потому что любая деформация, любая сосудистая мальформация – это наши пациенты. Что касается косметологических процедур, то пальма первенства, конечно, у инъекций нейротоксинов. Наши металлинические нейропротеины – это только малая часть, которую я здесь внесла. На самом деле на территории Российской Федерации у нас есть и свои токсины, и они достаточно большим пользуются спросом. Но еще раз говорю, это, можно сказать, отчет Американского общества пластических хирургов. Поэтому инъекции нейротоксинов занимают пальму первенства, и я с этим соглашусь, это действительно та превентивная методика, которая позволяет нам работать и начинать работать с молодым пациентом. Потому что мы превентивно уже работаем с качеством кожи, и в том числе с нашей костной структурой. Филеры для мягких тканей – да, я соглашусь. Потому что это опять либо наши пациенты молодые, которые создают зоны акцента, либо это пациенты наши возрастные, которые хотят вернуть то, что было, или имитировать то, что было. И, конечно, аппаратные процедуры, то есть когда мы говорим о качестве и цвете кожи, здесь занимают тоже ведущие позиции. Ну и не забываем про финансовый оборот. И опять пальма первенства у нейротоксина. То есть прирост 73% по сравнению с 2019 годом. Филеры на основе гиалуроновой кислоты самые безопасные, самые предсказуемые, поэтому, конечно, здесь этот прирост тоже обоснован. Ну и неинвазивный лифтинг. Действительно, пациенты задумывают не только об объемах, чтобы натянуть ткани, как шатер, но и также о их качественных характеристиках. Поэтому радиочастотные методы и ультразвуковые методики здесь дают хороший прирост и востребованность. Ну и, конечно, коррекция фигуры. Когда мы говорим о неоперативных вмешательствах, когда мы говорим про масштаб косметологической клиники, это креолиполиз и ультразвуковой липолиз. Актуальность. Наши пациенты все говорят за естественное старение. Вот оно, естественное старение. Это все женщины до 50 лет, соответственно, вот оно, естественное старение. Как выглядит кожа? Если мы посмотрим 35 лет, 36 лет, 45 лет, это выраженные фотоповреждения, это уже дермальные глубокие заломы. Ну и, соответственно, образ жизни, то есть фотостарение. Здесь, соответственно, все проявления мы видим. Если мы говорим про современную женщину, действительно, акценты сейчас сместились. Пациенты в большинстве своими боятся контурной пластики. Почему? У них неправильно сложилось впечатление о том, что если ты, взрослая женщина, предлагаешь губы, у них всегда ассоциация, что это будет очень вычурно. Это будет большой объем. И чаще всего я, как врач, у нас клиника тренерская, и, соответственно, когда мы заходим речь о губах, я их готовлю по 2-3 месяца или больше. Но потом, когда мы уже это сделали, что говорит пациент? На отеке мне нравилось больше. То есть они видят, что это чувственно, они видят, что это сочно, розово, но никакого чрезмерного объема нет. Пациенты от этого давно уходят. Если мы посмотрим на современные женщины, мы видим все стигмы или маркеры возраста, но они настолько деликатны и соответствуют возрасту, что порой мы даже теряемся, дать точный возраст нашим пациентам. Почему? Ну, потому что в любом случае работает пропаганда относительно фото повреждения кожи. И спасибо большое. Считывая, что клиника наша работает с аппаратными методами, мы проводим диагностику наших пациентов. Конечно, мы будем всегда обращать внимание на фото повреждения. Мы всегда будем сторонники того, что загар – это зло, солнце – это зло. И, соответственно, старение кожи. На какие звенья старения кожи мы можем повлиять? Практически мы на генетику не можем повлиять, с чем мы родились. Или, например, отягощенная генетика. Но на эпигенетику и процессы гликации мы влиять с вами можем. То есть мы понимаем, что хроностарение неизбежно. И, как говорит моя коллега, мне очень нравится эта фраза. Молодость – это тот недостаток, который проходит крайне быстро. Поэтому эндогенно-оксидативный стресс, клеточное старение, этнические и анатомические особенности и гормональные изменения, конечно, вносят определенную лепту в хроностарение. Но даже на этом этапе, благодаря современной медицине, мы можем благодаря ЧКПу, благодаря нашим эндокринологам, эндокринологам-гинекологам предвосхитить определенные изменения ранние. И тем самым повлиять и на качество кожи, и в том числе на качество нашей костной ткани. Если мы говорим про эпигенетику, то, конечно, образ жизни, питание, фотостарение, курение – это тоже может оказывать влияние, не может, а оказывает влияние на наших пациентов и на цвет, и качество кожи. Ну и процессы гликации сейчас достаточно активно обсуждаются. Они всегда происходили. Но с увеличением в пище наших быстрых сахаров, конечно, этот процесс достаточно активно сейчас у нас протекает. И, соответственно, все мы боремся за то, чтобы у нас питание было рациональное и правильное. Но в любом случае процессы гликации в тканях есть. Что же хотят наши пациенты? Учитывая, что мы являемся не только тренерами, а практикующими специалистами, могу сказать, что запрос по коже, а именно, как бы пациенты это не интерпретировали, как бы пациенты это не доносили до нас в виде жалобы, это всегда цвет и рельеф. Пигментация, неоднородность цвета, пестрая кожа, тусклая кожа, какая-то желтая кожа – это все относится к пигментации. Вопрос, какая она? Она может быть связана с фотоповреждением, когда мы говорим о чрезмерной инсоляции, либо она может быть как следствие гормональных или дефицитарных состояний, то есть изменения соматического статуса нашего пациента. Ксироз или сухость. Пациенты отмечают, что с такой сухостью они не встречались раньше, это не связано с сезонностью, они отмечают, что она стала менее увлажненная. Эритема, покраснение, сосуды, ангионевроз, как бы их пациент ни интерпретировал, ни говорил, это тоже симптомокомплекс, с которым обращаются наши пациенты. Ну и, конечно, качество кожи, это может быть и рубцовая деформация, это может быть и эластоз, это могут быть статикодинамические морщины, это то, что пациент отмечает и дает определенный запрос, его адресует нам в клинике. И какие мы можем программы нашим пациентам предложить? В первую очередь мы можем улучшить, мы можем превентивно подготовить наших пациентов к нашим аппаратным процедурам. И в этом случае, конечно, инъекционные методики в виде гиалуроновой кислоты чистой, когда мы говорим просто биоритализация, либо мезотерапия, когда мы создаем гидроизев, и плюс дополнительно используем какие-то ингибиторы. Это те интересные продукты, которые нас будут интересовать на этапе подготовки к аппаратным методам в работе с пигментацией. Ну и, конечно, комплексные уходы в виде пилингов и чисток, конечно, особенно для молодых пациентов это актуально в силу того, что мы начинаем их правильно воспитывать относительно правильного ухода за кожей, мы правильно формируем у пациентов правильные привычки. Конечно, это необходимо в том числе и для работы с пигментацией. Удаляя, например, с поверхности кожи гиперкератоз, мы в этом случае влияем на поверхностную пигментацию, соответственно, добавляя уже аппаратные методики более серьезные. У нас есть возможность работать с глубоко залегающим пигментом. Если все-таки дефекты уже сформировались, это может быть пигментация, это может быть выраженный сосудистый компонент, изменение рельефа кожи, или, как наши пациенты очень любят говорить, хочу уменьшить поры, то в этом случае нам на помощь приходят аппаратные методики. Это лазеры, необлитивные и аблитивные. Это сосудистые лазеры, которые позволяют нам дополнить широкополосный импульсный свет или использовать его самостоятельно. Это Q-switch методики, которая позволяет нам работать с глубоко залегающим пигментом, а также с искусственным пигментом. И все это между собой может быть сочетаемо, как в одну процедуру, так и последовательно. Ну и, конечно, игольчатый РФ сейчас на пике популярности. Мы все-таки понимаем, что наши пациенты подвержены влиянию трендов, влиянию маркетинга, и, конечно, они все хотят игольчатый РФ. Это неплохая методика, но мы говорим о том, что наши пациенты социально активны, и мы понимаем, почему их интересует данная методика. Пациент не всегда может для себя выкроить время для достаточно выраженной реабилитации, потому что необлитивный фототермольст, аблитивный фототермольст не теряет своей актуальности. И уже мы говорим, что коррекция. В этом случае к коррекции мы будем относить также инъекции ботулотоксина, контурной пластики, потому что, когда мы говорим о коррекции, это уже старшая возрастная группа наших пациентов. И сказать, что это будет однократно? Нет. Мы будем постоянно поддерживать этими методиками то качество, то состояние кожи нашего пациента на достаточно длительный период времени. Если мы посмотрим на аппараты, которые есть у нас в косметологии, это не полный наш парк аппаратов, здесь еще нет большого количества диагностики и пластической хирургии, то, наверное, световые методики занимают, наверное, процентов 80. Здесь также представлены радиочастотные методы, то есть методы основаны на токах радиочастотного диапазона. Но если мы посмотрим между собой, это может быть моноаппарат, это могут быть платформы. Соответственно, платформа будет давать возможность на многоступенчатые работы с пациентом, с толщиной кожи, с качеством кожи. И здесь я специально сделала такую разбивку для того, чтобы показать малоинвазивные методики и высокотравматичные методики. Это не для противопоставления, а для возможности скомбинировать, для возможности предложить нашим пациентам ту методику, при которой он может максимально быстро вернуться к социальной жизни. Если у нас методика дает возможность практически отсутствия реабилитации, от этого она не становится хуже, от этого у нас просто увеличивается курс и количество процедур. Но у нас есть методики, которые мы можем выполнить раз в год, раз в 8 месяцев. Почему? Потому что потенцирующий эффект, который она оказывает, будет только-только нарастать в течение 3-4 месяцев. Но при этом минус – реабилитация. Если такой пациент дает себе возможность на 10 дней выпасть из социальной жизни, то почему нет? И вы знаете своих пациентов, вы знаете портрет своих пациентов, что есть две категории женщин. Есть одна категория, которая уже к 20 числам декабря полностью готова, потому что в течение года регулярно посещала косметолога, выполняла рекомендации, мягко, постепенно она добилась определенного результата, она готова. А есть пациенты, которые говорят, я не могу ходить к вам на чистки, я не могу ходить на какие-то маленькие процедуры, давайте сделаем так, чтобы на 5 дней я выпала из социальной жизни, но так, чтобы 5-10 лет я могла прям стереть поверхности лица. Да, они тоже есть. И в этом случае, для того, чтобы нам дать возможность поработать с каждым пациентом, у нас есть такая возможность, как парк аппаратов. Вспомним нашу анатомию. То есть, учитывая, что предыдущий спикер достаточно подробно о ней рассказал, но сейчас у нас будет стоять вопрос, а как на разных этажах кожи воздействовать, как интегрировать аппарат и препарат. И, наверное, самый распространенный запрос у наших пациентов – это фотостарение. Всем известная картинка – это дальнобойщик, который достаточно длительное время находится в рейсах, и, соответственно, мы видим, что с одной стороны руль слева, к вопросу постоянной инсоляции, к вопросу наших пациентов, которые говорят, «Ну, я только забежала, я же в машине, я же в помещении сижу, зачем солнцезащитный крем?» Вот она, прямая зависимость постоянной хронической инсоляции, как она меняет качество кожи. Возраст у пациента на лице, но он асимметричен. Почему? Потому что качество кожи отличается в зоне, где у нас воздействие ультрафиолета было хроническое. Хорошо, что там еще никаких нет новообразований, потому что мы должны задуматься о том, что фотоповреждение – это еще риск новообразования. Что мы здесь видим по фотостарению? В первую очередь, это цвет. То есть эта пигментация, она может быть тоже разнообразной, она может лежать уже и на разных этажах кожи. Это качество кожи, то есть морщины, эластоз, сухость, которая пациента беспокоит, но если мы говорим про мужчину, это маловероятно. Женщины бы об этом в первую очередь сказали – цвет и сухость. Если мы говорим про фотостарение, это раньше. Когда мы показываем вам на обучениях картинки лентигенозных кистей, что это руки 60-летних бабушек, то на самом деле это сейчас очень сильно помолодело. Вспомните себя и посмотрите, если вы когда-либо обгорали, ваши плечи через полгода покрываются пятна лентига солнечные. То есть мы говорим о том, что в 25-30 лет мы уже видим проявление лентига у пациентов вроде бы молодых. И вопросы солярия не закрыты. Пациенты до сих пор пользуются этими услугами, какая ни была бы пропаганда. И первой методикой, наверное, излюбленной нашей методикой, о которой мы будем сегодня говорить, это IPL. IPL – это широкополосный импульсный свет, который позволяет благодаря характеристикам техническим данной технологии, а вы видите все длинные волн, которые представлены, мы имеем возможность проникать на разную глубину и за одну процедуру прорабатывать сразу все маркеры возраста. А маркеры возраста – это у нас сосуды и пигмент. То есть метод основан на теории селективного фототермольза. То есть большая или основная часть оптической энергии, которая генерирует ксеноновая лампа вспышка, будет поглощена нашим хромофором, в результате которого мы получаем контролируемую воспалительную реакцию и коагуляцию наших хромофоров. И поэтому смело можно сказать, что IPL – это ластик для кожи. Что значит ластик? Я не побоюсь, например, своему пациенту сказать, проведя ему фотодокументирование, фотодиагностику, сказать, что за 4-5 процедур я доведу вашу кожу до фарфора. Вопрос на сколько. Это уже 50% успеха нашего пациента, насколько он дисциплинирован и насколько он хочет сохранить этот результат. И если мы говорим про фотоповреждения, IPL мы можем встраивать сразу же в одну процедуру с биоритализацией. Я здесь на слайде представила вначале аппарат и препарат. Почему? Потому что мы говорим о реальных пациентах. Наши пациенты не любят фразу «подготовка». То есть если мы не сделали здесь и сейчас и не удовлетворили потребность нашего пациента, он уйдет. И, соответственно, мы в любом случае должны осуществить, если мы не конкурируем этажами кожи, осуществить воздействие. По идее, если мы говорим о классике, это утопия. Если есть возможность, мы с пациентом поговорили, к примеру, он приехал после отпуска. Световые методики после загара я сделать в первую же неделю не смогу. Соответственно, я могу его подготовить. В этом случае я могу встроить Redensity 1. Например, до процедуры фотолечения через 3 недели я и подготовила, и создала гидрорезерв. И в этом случае, когда я буду делать процедуру фототерапии, у меня ткань ответит более благодарно. То есть у меня будет и увлажненность, у меня будет и антиоксидантная активность, потому что благодаря составу именно Redensity 1. Но если у меня этого не произошло, есть пациент, он готов сделать здесь и сейчас, пожалуйста. Вы провели процедуру фототерапии, прошли на всех этажах, которые вы считаете нужным, затронули все хромофоры, которые вас интересуют, и после этого сделали биртеризацию. Пожалуйста, такой вариант возможен. Минимально это 3 недели, но на самом деле, если встраивать биртеризацию Redensity 1 до фотопроцедуры, или, например, в дальнейших протоколах я тоже о них проговорю, до лазерного воздействия, допустимые 2 недели. Пожалуйста. Здесь 3 недели почему? Ну потому что наши пациенты, мы думаем и о них в том числе. Он не может ходить через неделю на эту процедуру, через 2 недели на эту процедуру. Надо как-то оптимизировать. И в этом случае 3 недели будет оптимальный, минимальный срок для фототерапии и для биртеризации. Также количество процедур будет зависеть от исходного состояния, фототипа вашего пациента. И, соответственно, это либо превентивный подход, когда мы делаем процедуру 1-2 раза в год, пациент регулярно ее выполняет и максимально исключает солнце. Или хотя бы защищается. Либо мы говорим о лечении. Здесь я добавила RHA-кис. Почему? Ну потому что работая с аппаратами, мы немножечко забываем о том, что у нас есть зоны, которые не были под воздействием. И мы можем смело, например, в том числе взрослым пациентам, почему RHA-кис? Потому что вы уже посмотрели, что есть еще другой препарат из белой линейки. Если мы говорим о возрастных пациентах, что значит возрастных? О зрелых женщинах. Они побоятся плотного объема. Я могу им примерить маленький объем, например, сделав RHA-кис. Добавить всегда можем, увеличить всегда можем. Но это будет мягко, деликатно и, соответственно, не вычурно. То есть такой вариант коррекции я могу себе позволить. Теперь здесь вы видите наши аппараты. Аппараты необлитивные и облитивные лазеры, которые работают с качеством кожи. Что значит с качеством? Это шлифовки, это ремоделирование, это перестройка, это усадка, это уплотнение. То есть это все те запросы, к которым обращается наш пациент. Пористость, эластоз, дряблость. Пожалуйста, мы можем здесь предложить. От глубины воздействия 170 микрон до 4 мм абляции. Все зависит от пациента, раз, и от клиники. То есть если это салон с медицинской лицензией, который не позиционирует себя, например, клиника, которая лечит рубцовую деформацию, им не нужен будет, например, Альтропалс, который дает 4 мм абляции. Они с рубцами вообще не сталкиваются. У нас есть, например, такой аппарат, как Clear Brilliant, с рукояткой классической и пермия, которая дает возможность, например, проработать у пациента две глубины. И до глубины 390 микрон, как превентивная, как поддерживающая процедура. И глубина 170 микрон, которая позволяет нам справиться со всеми проблемами, которые лежат эпидермально. У нас есть фракцель с длиной волны 15-50, или с длиной волны 19-27, то есть дуал. У нас есть ресерф в моде одной из рукояток аппарата М22, потому что это мультиплатформа. И у нас есть в арсенале два СО2 лазера с разной глубиной проникновения. То есть один дает глубину абляции 1 мм, другой дает глубину абляции 4 мм. Соответственно, разный, может быть, профиль клиник, в которых они используются. И если мы посмотрим запрос хроностарения и морщины, то есть это уже изменение тургора качества кожи. Это может быть и рубцовая деформация, которая, в принципе, пациента может не беспокоит. У нас много женщин, которые пришли с жалобами на морщины, на дряблость кожи, на ее истончение, но при этом их не волнует. Постакны на щеках, которые появились в юности. Ну, они живут с ними уже и прожили столько времени. Но они заметно благодарны и рады тому, что вроде бы мы поработали с морщинами, улучшается и качество рубцового деформации. Вроде бы их это не интересовало, но я этот вопрос решила. Поэтому в зависимости, какую технологию, потому что, скорее всего, сегодня кто присутствует на вебинаре, есть наши партнеры у кого-то, есть наши машины, есть наши технологии. Идеально. Опять я поставила аппарат во главу, во главе угла. Почему? Ну, потому что, если он уже пришел в клинику, и мне не удалось с ним побеседовать, если у меня нет противопоказаний, конечно, я проведу процедуру лазерного воздействия. Но если все-таки мне удалось с пациентом поговорить, пообщаться, я сделаю биоритализацию за две недели до процедуры. Почему? Ну, потому что, если мы посмотрим на технологии лазерные, то здесь опять точка приложения, или наш хромофор, это вода. И тем больше гидротированные наши ткани, чем они больше наводнены или увлажнены, тем эффект будет лучше, тем эффект будет ярче. Поэтому через две недели, например, после процедуры, я также могу дать гидротацию тканям. Для чего? Для того, чтобы дать возможность более комфортной реабилитации, чтобы ему не приходилось с этой сухостью в течение 7-10 дней после процедуры справляться самостоятельно. Поэтому смело можно, например, за две недели до процедуры сделать гидротацию, провести процедуру, и минимально через две недели уже сделать следующую биоритализацию. Почему? Ну, потому что частично уже все корочки мои отшелушатся, я смогу спокойно нанести анестезию, и я смогу спокойно лицо протирать ватным диском с хлоргоксидином, не травмируя те микротермальные лечебные зоны, которые у нас формируются от лазерного воздействия. Что касается, если мы работаем с нашими пациентами, какая уязвимая зона у наших женщин? У женщин 40+. А если это еще и ранняя менопауза? Это, конечно, переоральная зона. Почему? Потому что она мимически активна, она участвует активно в артикуляции. У нас есть пациентки с вредными привычками, то есть дополнительная артикуляция. И у нас есть гормонозависимая зона. И в этом случае переоральные морщины или зона кесеты – это зона акцента, на которую мы будем обращать внимание. Вы знаете, что от любого лазерного воздействия эффект состоит из двух этапов. Первый эффект пациенты видят, когда они отшелушились. Кожа бархатная, кожа однородная, им это нравится, она гладкая. Но они не видят еще пока тургеры и качества. И первая их паника начинается через 10 дней. А ничего не изменилось. А все даже хуже стало. Но в этом случае мы можем, например, уже мягкий филер при работе с деликатными зонами, с зоной повышенной мимической активности, например, строить речей. Для того, чтобы поднять дно морщин, когда мы говорим о том, что это уже глубоко залегающая морщина, ее можно расценить как рубец. Она уже сломала дерму. И в этом случае от исходного состояния качества и выраженности глубины морщин это может быть несколько процедур встроенных, лазерных. Когда мы сделали, например, 2-3 процедуры. Или, например, это однократная процедура лазерного воздействия. И после, например, через 2 недели после отшелушивания или реабилитации я могу и увлажнить, и проработать зону акцента. И опять не забываем о том, что если у нас переоральная зона истончена, и мы понимаем, что уходит объем не только с кожи, но и с наших губ, поэтому почему бы не добавить и не создать ту увлажненность, ту розовость, которая была у пациентки до появления всех этих запросов, с которыми она к нам обратилась. Поэтому здесь мы объем даем области губ, и мы прорабатываем переоральную зону. Пожалуйста. И плюс увлажнение дает возможность нам справиться с чем? В первую очередь с вот этой сухостью. Благодаря тому, что есть большое количество антиоксидантов, состав вам уже озвучил моя коллега, дает возможность сразу обратить внимание не только на увлажненность, но и на процессы оксидативного стресса, и на процессы фотостарения, как антиоксидант и увлажненность я доставила в ткани. Радиочастотные методы. Это токи радиочастотного диапазона. Компания Premium Stetix может похвалиться, действительно, что она в своем арсенале, в своем портфеле имеет все виды радиочастотного воздействия. Термаш, да, самая первая монополярная система, которая имеет уже достаточно длительный опыт применения, но не теряет своей актуальности и любви к данной методике, позволяет неинвазивно уплотнить и подтянуть наши ткани. У нас есть истинные мультиполяры, да, это Legend, это Divine, это Genel, и у нас есть игольчатый РФ. То есть мы говорим, что мы полностью практически закрыли запросы наших пациентов о всех видах радиочастотного воздействия. Хотите монополярный раз в год провести процедуру? Пожалуйста. Хотите курсовую процедуру провести мультиполярных РФ для работы с качеством тургора кожи тела в процессе похудения или, например, в силу потери, например, веса? Пожалуйста. Хотите поработать с качеством кожи? Морщины, рубцы, дрябцы? Пожалуйста, у нас есть игольчатый РФ. Не можете СО2 позволить себе или, например, какой-либо необлитивный лазер в силу его реабилитации? Давайте заменим его на игольчатый РФ. Ну и, соответственно, здесь представлено две наших машины. Это Divine и Legend. Здесь есть возможность у пациента поработать в двух этажах кожи. На самом деле, наверное, для нас не новость, что мы всегда работаем с лазерными системами, с фотосистемами. Мы не работаем в одной плоскости. Мы работаем сразу, затрагивая несколько глубин. Почему? Ну потому что это патогенетически обоснованно. Не может прийти пациент с одним каким-то запросом. Редкий случай – это очень молодой пациент, у которого только либо поверхностная пигментация в виде эфилида веснушки, который беспокоит, либо пористость, хотя это не является каким-то изменением прямо дерма. То если к нам приходят взрослые пациенты, они чаще всего предъявляют нам жалобы и запрос на что? Тургор и цвет. Поэтому здесь обосновано применение сразу же и игл дермальной глубины, и эпидермального воздействия. Поэтому, да, я опять поставила в начале аппараты, но по идее, если была возможность, конечно, я бы такого пациента подготовила. Почему всегда аппарат впереди стоит? В силу того, что наши пациенты, маленький процент есть те, которые действительно дисциплинированы. В основном они хотят здесь и сейчас. У нас очень много пациентов, приезжих. Да, и в этом случае они приехали, и они четко говорят нам, буду здесь неделю, что можем сделать? Поэтому такие протоколы для нас действительно обоснованы, они оправданы, и, соответственно, мы не конкурируем этажами и технологиями. Поэтому, если мы сделали игольчатый РФ с использованием двух видов игл, для дермального и эпидермального воздействия одномоментно в одну процедуру, то смело через три недели я, например, приглашаю на увлажнение. Еще раз говорю, две недели тоже допустимо. Но чтобы пациенту было удобно, мы делаем одинаковые сроки. Через три недели я повторяю процедуру игольчатого воздействия, а вот количество процедур игольчатого воздействия, все будет зависеть от исходного состояния, качества кожи пациента и фототипа. Ну и, конечно, опять, если мы говорим о стойких, статических морщинах, о каких-то зонах, которые у нас в силу того, что пациент не хочет полноценный курс, я могу этот курс уменьшить, но завершить его, например, той же самой Redensity 1 сочетать с RCA 1, для того, чтобы проработать те морщины, которые, мы говорим, эффект от лазеров и от игольчатого РФ, он будет расти в течение двух-трех месяцев. Он нарастет, он усилится, но пациенту нужен эффект здесь и сейчас. Почему? Потому что они действительно разбалованы, они хотят быстрого результата. И для них донести информацию о физиологии, что ваши фибробласты активно сейчас продуцируют, строятся, ну, не донесешь. Они хотят, чтобы это было быстро. И в этом случае эту скорость я компенсирую чем? Контурной пластикой я компенсирую биритализантом, я компенсирую мягкими филерами. И мы добрались до фаворита, до нашего аппарата Thermage. Это истинный мультиполяр. И здесь будут два протокола. Кто работает на Thermage, вы знаете, что у нас есть много сочетанных протоколов, и у нас даже есть сочетание с лазерными системами. Пожалуйста, кто присутствовал на наших конференциях, мы об этом максимально открыто делимся. Вы видите наши наконечники, они могут иметь разную глубину воздействия, они могут иметь разное количество импульсов. Если мы говорим про Thermage, это глубина нагрева дерма. После окончания процедуры, когда мы говорим о пациенте, атрофии, пациент уже взрослый, мы понимаем, что у него происходит атрофия глубоких жировых компартментов, мы говорим о том, что качество и тургор кожи у него тоже снижен. В этом случае в Thermage процедуры я добилась уплотнения, я добиваюсь усадки, компактизации кожи и восполняю потерянный объем, не мной потерянный объем, не моими процедурами, а в силу времени, глубокими филерами, которые могут быть под смаз, супрапериостально и могут быть в поверхностный жировый пакет. Это может быть, опять, мы придерживаемся философии мультилейдерной техники, когда работаем сразу же на нескольких этажей. И в этом случае опять мы можем поработать с морщинами, да они улучшатся от радиочастотного воздействия, когда в течение двух, трех, пяти месяцев но пациент хочет, чтобы максимально эти статические морщины были, что, нивелированы здесь и сейчас за процедуру. Конечно, в этом случае я прорабатываю их мягким филером, и опять вишенка на торте будет всегда губы, переоральная зона, зона акцента. Почему? Ну потому что возрастные изменения затрагивают не только среднюю, нижнюю треть, да, это затрагивает также и переоральную область. Поэтому здесь я не противоречу самой технологии, физиологии, да, и глубине воздействия. И, прошу прощения, хотела... Он назад... Прошу прощения, еще на слайд назад. Учитывая, что термаж — это та процедура, которая не выполняется каждые 2-3 месяца, она выполняется чаще всего, ее пациент повторяет раз в год. И, учитывая пребывание и длительность эффекта от филеров, они друг друга действительно дополняют. Мы говорим о 12-18 месяцев эффекта. Поэтому здесь эта синергия действительно оправдана. И еще одна деликатная зона, да, термаж — это первая процедура, которая позволяет нам радиочастотным методом работать как интраорбитально, так и переорбитально, благодаря разным наконечникам, которые мы используем, и с применением SHIELD — техника безопасности, да, мы работаем интраорбитально вплоть до ресничного края, и анестезия здесь нам не нужна. И переорбитально мы работаем для того, чтобы проработать зону морщинок, уплотнить кожу переорбитально. И опять, если у нас есть потеря объема, мы их корректируем на сослезную борозду. Реденсити-2 специально специализированным препаратом, который для этой зоны адаптирован, и он только для этой зоны и применяется. Что касается уплотнения качества кожи, качество кожи при работе термаж интраорбитально или переорбитально, он будет нарастать в течение 2-5 месяцев. Поэтому мы своих пациентов перед процедурой любой фотографируем и в течение 3 месяцев первый контроль, и 5 месяцев. И мы видим, что между контролем 3 месяца и 5 месяцев динамика продолжается. То есть мы говорим, что этот эффект нарастает, и он усиливается. Учитывая, что наши пациенты приходят сразу за комплексной процедурой, поэтому и морщины, и увлажненность кожи я могу дать здесь и сейчас в одну процедуру, не противоречить технологиям и глубине воздействия. И выводы. Мы не являемся конкурентами, да, у нас не было препаратов, но когда мы обучались, мы просто правильно выдерживали сроки. Что касается аппаратов, ни один аппарат не закроет запрос в увлажнении и аугментации. Да, мы компактизируем, мы уплотняем, мы даем лифтинг, но мы никогда не вернем нашим пациентам те яблочки в средней трети, при улыбке, которые у него были, если их не сделаем в результате аугментации филировой на основе гиалуроновой кислоты. Ни один препарат не закроет вопрос, связанный с рельефом, рубцовой деформацией, ангиогенезом и пигментацией. Да, у нас есть препараты с ингибиторами, да, у нас есть препараты, укрепляющие сосудистую стенку, но не вылечу я этими препаратами розацию. Не уберу я теленгектазии этими препаратами. Пациент мне будет пальцем тыкать в лицо и говорить, а сосуд-то остался, я согласна. Поэтому только аппарат и только коагуляция. Препараты и аппараты не являются конкурентами, они действительно друг друга потенциируют. И в потенциирующих технологиях никто, как премиум эстетик, не знает больше никто, потому что именно мы любим между собой их смешивать, объединять, их составлять комплексные процедуры. Почему? Да потому что, если мы делаем комплексные процедуры, это уменьшает в результате количество и кратность каждых процедур по отдельности и дает нам более яркий и показательный результат. Спасибо, коллеги. Я думаю, было интересно. Ждем вопросы. Спасибо.